Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас рубрика Ванна у Светланы. Покажу вам новинки в уходе, поговорим о кислотах, потому что очень много вопросов в последнее время под роликами именно про кислоты. Итак, поехали! У меня сейчас вечерний уход, поэтому буду вам делать акцент именно на нем. Но так как я сегодня делала пилинг с утра кислотный, то я вам ничего не покажу, но расскажу. У меня просто закончилась как раз последняя моя кислотная баночка, надо сейчас будет думать, что покупать. Расскажу вам, что понравилось, постараюсь на все эти товары найти ссылки и оставить тоже в описании под роликом. Смотрите, ну во-первых, с чего мы начинаем с вами вечерний уход, это с мицеллярной воды. И совсем не обязательно, если у вас на коже был макияж или его не было, если вы ходили на улицу, и даже если не выходили, мицелла все равно расщепляют загрязнения, которые скопились на вашей коже в течение всего дня. У меня сейчас вот такая вот Эвелин водичка, до этого, по-моему, тоже была Эвелин, очень бюджетно и очень нравится. На рандеву брала с улиткой, по-моему, вот эту, алантаин, пептиды, но это не столь важно. Она круто очищает, все прекрасно очищает, не щиплет глазки, все нормально, все отлично. Огромный баллон, а стоит очень бюджетно. Я беру парочку ватных дисков и снимаю макияж. И пока вам расскажу по кислотам. Значит, сегодня добила Organic Zone. Что хочу сказать. Из всех кислот, которые я когда-либо пробовала, самым мощным пилингом для меня в рамках домашнего использования, но он вообще считается профессиональным, является Битипил. Я постараюсь найти или ссылочку оставлю на ролик. Битипил, мы с вами в прошлом году, прошлой зимой обозревали этот бренд. Очень мощный пилинг, очень крутой, который и пигментацию мне за зиму убрал. И, в принципе, это пилинг. Что такое пилинг? Это кислоты, которые сильно иссушают нашу кожу, удаляют все роговевшие частички. То есть, если потом у вас кожа слазит, как у змеи, значит, это хороший пилинг. Ну, не прям как у змеи, но она должна шелушиться, возможно, даже кусками отваливаться. У меня так было только от Битипил. Вообще, такое происходит в основном после пилингов у косметолога. Я никогда не была у косметолога, поэтому не могу вам сказать ничего по этому поводу. Но видела, как проходят профессиональные процедуры, именно кислотные. Поэтому пилинг кислотный, он достаточно агрессивен. Он агрессивен. И весь верхний роговевший слой кожи должен, по идее, после него слезать. Должен после него слезать. Тем самым лицо очищается и убираются многие морщины. Это если вот прям пилинг-пилинг. Потом из того, что я пробовала, на втором месте у меня стоит органик-зон. Это средненький пилинг, после которого ты не облезаешь, как змея. И даже кожа не шелушится и не сохнет. Но он достаточно такой мощный, достаточно сильный. И по цене бюджетный. То есть во время его нанесения прям хорошо так щипет. И после пилинга кожа, как у поросеночка. Ну, красненькая такая. В принципе, если вы никогда не пробовали пилинги кислотные, ну или пробовали фигню какую-нибудь, да, то лучше начать именно с органик-зон, с чего-то такого вот легенького. Фаберлик, по моему мнению, это самый легкий и деликатный пилинг, который как раз подходит для начинающих. Вот кто не представляет, что такое кислоту, лучше начать с Фаберлик. Это шаг А в трехступенчатой системе, и он такой прям деликатный-деликатный. То есть у некоторых даже не щипет. У меня, помню, первый раз, потому что это был мой первый пилинг, и вообще первый пилинг, и Фаберлик. Я когда его нанесла, я была вся красная, я была багровая. Сейчас у меня кожа вообще на него не реагирует, то есть абсолютно никак. Но шелушения тоже не было. По-хорошему должно быть шелушение, кожа должна в течение где-то двух недель облизать, шелушиться и отходить корочками, да. Это после кислот. Зато после, когда всё вот это вот облизнет и сойдёт, исчезают многие морщины, исчезает пигментация, и обновляется кожа полностью. Поэтому возрастной и тем более пигментированной кожа без кислот никак. Вот что ни делай, как ни чистись, не будет результата такого. Вот. Поэтому вот так. Можно начать с органик-зон, бетипил. Это прям вот, ну у них разные есть пилинги, там тоже надо смотреть, они есть прям разные. У них есть даже там средства, которые нейтрализуют их действие. То есть просто водой умыться, смыть недостаточно. Нужно именно эту кислоту на коже своей погасить. То есть они вот такие вот прям профессиональные. Я знаю, что многие косметологи с ними работают даже в салонах. Мне понравилось. Вот это вот прям, по моему мнению, самый настоящий пилинг. Пока мы с вами умывались, я пытаюсь открыть скраб. Тоже на родовую, по-моему, брала. Или на Яндекс.Маркете, да. Корейский Attitude. Содовый. Содовый скрабик. Не получается. Пойду за ножницами. Дальше слегка смачиваю лицо и беру скрабик. Мне обычно вот такой вот сашиточки хватает на два раза. Но сейчас, скорее всего, я использую целиком, потому что уход вечерний. Я люблю вечером прям основательно почиститься. Я и с утра это чищусь основательно. А так, в принципе, вполне на два раза хватает. Кстати, очень приятный аромат. Вообще, он мне нравится. После него кожа просто скрипит. Вот просто скрипит. Очень нравится. Много-много мелких частичек, но они угловатые. Знаете, для любителей хардкора. Они прям царапают кожу. Да, они царапают реально кожу. Но я нажимаю. Я люблю, когда мне царапают кожу. Моя кожа это любит. Она себя хорошо так чувствует после такого ухода. Если вы не любите, вы просто не сильно нажимаете. А просто легкими круговыми движениями по массажным линиям. Вот так все это делаем. Я немножко посильнее нажимаю. Я люблю хорошо прям так. Как следует. Моя пигментация у меня, видите, пока видно вот тут пятнышко и вот тут. То есть еще не исчезло. Но пока еще даже зима не началась. Но от губы исчезло все. Я думаю, что я уберу. Сейчас подумаю, какой еще пилинг у нее приобрести. И кислотами будем убирать. Все остальное, кислотный уход я имею ввиду, это тоже очень хорошо. Это очень замечательно. Но слабенько. Слабенько. То есть вот допустим, покажу вам сейчас в следующем видео, покажу как на лице. А так вот девочки, Оля помню, в телеграм обсуждали комплименты. Зимный пилинг для лица. Это не пилинг. Здесь есть в составе кислоты, конечно. Я не знаю, на упаковке нет состава, но скорее всего на 25 месте где-то есть кислота. Это маска. Но это вообще не пилинг. То есть если вы хотите пилинг, это не пилинг. Совершенно. Поэтому вот такие вот вещи кислотные, конечно, они имеют место быть. Даже в Фиксе есть такие продукты. Но это чисто поиграться. Если вы хотите конкретный уход, то либо к косметологу на процедуру, либо аккуратненько бить и пил. Но опять же, это после того, как попробуете какие-нибудь слабенькие пилинги. А потом уже петипил. У них даже есть там для начинающих, но даже для начинающих вот эти вот пилинги все такие легенькие, для чувствительной кожи и так далее, они пилинги. После них шелушится кожа. У меня, помню, в том году прям вся эта зона вот так вот облизала. Прям хорошо облизала. Лоб тоже немножко облизал. В общем, классно. Классно. Они жгут не по-детски, после них лицо вообще багровое. Недавно мне в интернете попался какой-то ролик. Помню, девчонки тоже, по-моему, в Телеграм скидывали. И процедура тоже кислотного какого-то очищения лица, где вообще женщина после этой процедуры вообще лицо просто алое. Вот просто, не сказать, практически мясо. Но в ее преклонном возрасте она стала выглядеть после нее лет на 20 моложе. То есть все морщинки, все уходят. Я вам уже раньше рассказывала, но для тех, кто ко мне недавно присоединился, что морщин – это залом кожи. Почему он образовывается? Ну, во-первых, конечно же, из-за сухости. Но самое главное – из-за недоочищения. То есть вы в этом месте кожу не очищаете, в этом не очищаете, забываете, как следует. Вы лоб очистили, щечки очистили, а вот тут-то не очистили, а вот тут-то не очистили, а вот здесь не помассажировали, тут не очистили, бережете кожу вокруг век, а я нет. И скапливается загрязнение, омерзвевшие клетки в этом месте, где вы недоочистили, где вы правильно за ней не поухаживали, где вы ее грамотно после очищения не напитали. Образовывается залом. Залом кожи – самый натуральный из-за мертвевших клеток кожи и грязи, и недопитания и увлажнения. И поэтому получается морщина. Если этот момент понимать, то все можно грамотно убирать и предотвращать. Я убирала морщину. У меня здесь была очень глубокая морщина. Вот такая она была, но когда я не морщусь, я ее убрала. На лбу у меня есть. То есть я сейчас вот ее прорабатываю, но она практически незаметная, и она не ухудшается. Но я ее стараюсь прорабатывать основательно тоже, и массаж делать, и я думаю, что мы от нее тоже избавимся. Вот так. С годами морщины не только появляются, но и убираются. Но тут массаж, массаж обязательно. Тут нужен массаж. Тут чудо-крема, хорошее очищение, питание, увлажнение, массаж. Прям вот хороший. Все, я уже красная, пошла снова и скреп. Я не знаю, вам слышно или нет, как кожа скрипит, но она реально скрипит. Когда я умывалась. Скраб очень крутой. Вот прям очень-очень крутой. Она сияет изнутри, она скрипит, она очищена. Вот видите, когда вы хорошо очищаете лицо, вот отмотаете опять немножечко назад, где я только мицелляркой умылась. И вот сейчас. И сравните вот две эти картинки. Сейчас лицо выглядит разглаженным. А почему? А потому что мы его очистили. То, что могло превратиться в морщину, мы это все предотвратили. Мы его хорошо очистили. Так, едем дальше. Дальше мы с вами будем тонизироваться. Обязательно. Надо немножко кожу успокоить. Камера вам не передает, но я прям очень красная. Я говорю, такая красная-красная. Просто на лампе стоит холодный свет, и вот эти моменты не очень видно. Чем буду тонизироваться? На ночь я использую вот такой вот мист от Аравии. Он с мочевиной. 10% мочевины, экспресс-увлажнение. Вот мне на лето его было много. Даже на ночь. Прям вот как-то тяжеловато кожа была. А сейчас мне прям вот мало. А сейчас мне прям мало. На холодное время года очень мало. Брала, по-моему, на рандеву, да, мист экспресс-увлажнение, лосьон-тоник. И мне нравится то, что тут есть распылитель в эту баночку. Потом можно, кстати, этикетку отодрать. Она наклеена. Будет минималистичная баночка. Очень маленькая и симпатичная. Переливать любые другие свои тоники, которые не имеют такого дозатора. Потому что все-таки тоник, и особенно тонер, они должны быть с дозаторами. Я считаю, что без дозатора может быть только тоник очищающий, который надо нанести на ватный диск и доочистить лицо. Ну, жирную кожу, например, в течение дня лета. Все остальное, мне кажется, обязаны иметь просто дозаторы. Я сюда потом обязательно перелью тоник Фаберлик из последней серии. Забыла, как называется. Вечер. Все, мозги уже плохо соображают. Вот так я прям обильненько поливаюсь им. Сейчас будем его запечатывать. Ну, и чем, собственно говоря, мы будем запечатывать тоник? Я немножечко жду, когда он чуть-чуть подпитается, чуть-чуть совсем. Уже такая кожа увлажненная, хорошенькая, у меня находка. Девчонки, от Alex Skin. Мы с вами уже тестировали их масочки. Этот бренд вообще в этом году просто произвел фурор. У них все продукты становятся бестселлером на Wildberries. Везде шумят, но они тут пропадали на год. Потом появились, очень быстро разбирают их маски, потому что натуральный действующий состав. Они быстро исчезают с прилавков Wildberries и Ozone. Потом, когда появляются, тоже нужно хватать. Все почему? Потому что у них уникальные работающие составы, с реальной пользой после первого применения. И найти альтернативу можно прямо только среди люкса. И то далеко не всегда, и то это будут какие-то бешеные деньги. Alex Skin. Это монобренд. Он специализируется исключительно на уходе за лицом. Они изменили упаковочку. Теперь у них туба. Раньше была баночка. Во-первых, здесь стал больше объем. Это экономичнее. Во-вторых, нет контакта. Здесь 75 миллилитров. Это большой объем. Хватит надолго. Нет контакта с водой, с бактериями. То есть, если в баночку мы не всегда, далеко не всегда лазим ложечкой, чаще пальчиком, то здесь у нас уже туба, и мы себя обезопасили. Удобно брать с собой. И мне очень нравится дизайн. Прямо вот минимализм, эстетика. Прямо просто шикарно будет смотреться на любой полочке, в любой ванной комнате. Ну и давайте приступать. Что это? Это ночная, несмываемая масочка. Мы будем ее смывать с вами только с утра. Я уже успела оценить все ее достоинства, и вам сейчас обязательно расскажу. Наносим на лицо просто кайфовый аромат. Он такой, знаете, совсем деликатный, косметический. То есть, не будет перебивать парфюм ночной, это точно. Вообще вот, еле-еле ощутимый. Деликатный, деликатный, вот такой какой-то дорогой косметики. Ну, еле уловимый. На самом деле, вот кто не любит там какие-то отдушки, вам однозначно понравится. Сейчас расскажу вам пока по составу. Мне очень понравился состав, потому что состав реально топовый. Вот после кислот, после скраба, типа, что был сейчас у меня, после каких-то агрессивных воздействий, у меня кожа просто съедает ее нура и успокаивает. И успокаивает практически моментально. Вот сразу становится очень комфортно. Вот безумно комфортно. Так, она у нас с вами насыщает витаминами, глубоко увлажняет, разглаживает залом морщинки, успокаивает, заживляет, смягчает, придает упругости сияния. И по составу, смотрите, более 20 активных компонентов. Здесь есть пептиды. Сейчас это очень модно. Это очень модно. А почему модно? Потому что это реально работает. Технологии не стоят на месте. Кремы, маски и уход становятся эффективнее. Разрабатывают все новые какие-то там системы и так далее. Здесь есть сквалан. Это тоже очень такое слово модное сейчас на слуху, потому что это невероятно работающий компонент. Можете почитать, посмотреть в интернете. Сквалан – это сила. Биотин, коллаген, эластин, гиалуронка, алоэ, пантенол, масло, шеи, виноградные косточки. Очень люблю, кстати, масло виноградной косточки. В уходе даже раньше отдельно покупала его себе в аптеке. Коньяк, монана, протеины овца, пшеницы, сои, экстракт моркови и ламинарии. Экстракт моркови отвечает за здоровый цвет лица. Раньше тоже замораживала себе кубики со льдом в морозилку и добавляла туда сок моркови, протиралась. Вот он цвет лица нереальный просто. Фолиевая кислота, тиамин – это витамин у нас с вами, и рибофлорин – тоже витамин. То есть состав вообще обалденный, уникальный. Если с таким составом поискать продукт, он будет стоить как крыло от самолета, наверное. Ну и какие плюсы я отметила для себя? Во-первых, вы видите, как сияет кожа. То есть она сияет нереально круто. Моментально, после мороза, после ветрюгана, на котором мы сегодня гуляли, у меня кожа нереально смягчилась. На утро она будет выглядеть просто персиком. Девчонки, вот бархат прикасаться – одно удовольствие. Нереально крутая на ощупь. Декольте у меня тоже сказала спасибо. Вот уже который день делаю ее на ночь, и я прям заметила реальное улучшение, если на лице как бы у меня таких сильных проблем нет. Но у меня сейчас очень сильно было шеушение в Т-зоне. Вот прям очень-очень сильное. Вот здесь немножко. И вот тут, несмотря на то, что день и ночь работает увлажнитель, на улице жуткий мороз, и, естественно, кожа сохнет. Кожа сохнет от всех этих перепадов температур нереально. Даже если она жирная, все равно и жирная кожа зимой замечает вот эти вот какие-то сухости и шелушения. Лицо разгладилось. То есть опять можете отмотать до маски и посмотреть после маски. Для ленивых. Я знаю многие девчонки, особенно, которые работают на пятидневке, не дай бог на шестидневке, вечером не до ухода. Вот, пожалуйста, маску достали, которую смывать не надо, выполнили хорошее очищение. Напитались, увлажнились, а с утра на работу встали уже красотка. Умылись, макияж нанесли, и все, и кожа просто как персик. А еще, кстати, находка для тех, у кого акне подходит, не волнуйтесь, и кто ходит на чистки. К косметологу на профессиональной чистке тоже, потому что она очень круто заживляет. Если какие-то ранки, микротрещинки есть на коже, заживляет просто на ура. Разбирают быстро, надо торопиться. Я перед тем, как снимать ролик, взяла себе про запас и порекомендовала своим девчонкам как подарок на Новый год оценит каждый. Вот оценит действительно каждый, потому что реально крутой результат. Так, ну все, я вам все рассказала, я вам все показала поближе еще. сзади вся подробная информация как пользоваться и так далее, что она не требует смывания и восстанавливает кожу в ночные часы. И не забываем, что такие продукты мы наносим на кожу хотя бы за час до сна. То есть мы не умылись, не нанесли на кожу питательный крем, масочку и пошли плюхнулись на подушку. Нет, нам нужно дать коже все эти компоненты сначала впитать. То есть хотя бы за час, а лучше за два. Вечерний уход он непосредственно перед сном делается, а немножко пораньше. Вот это на самом деле тоже важный момент. Надо его отмечать. Ну и на этом все, мои хорошие. Ссылочки все, как всегда, оставляю вам в описании. Постараюсь найти ссылки на пилинги. Так, на что еще? На тоник постараюсь найти, ссылку на масочку оставлю вам. Все. Надеюсь, вам со мной было полезно и интересно. Если остались вопросы, обязательно пишите. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.